Понь! Поддержали, кстати, скорее всего, это премьера, так что всему чатику большой привет! Ну, а мы с вами продолжаем игру! Мы с вами посмотрим, на чем мы вообще остановились. О, какой домик, ребята, вы за моей камерой не видите! Но там был домик, очень сильно похожий на домик Каленов и Сумерик. Представляете, если мы в таком доме будем с вами ремонт делать? Итак, мы с вами находимся на шикарном острове, в моем небольшом уютном домике, который я все еще планирую построить в игре Sims 4. И, насколько я помню, мы с вами в демо-версии здесь убирали, все ремонтировали, покупали мебель. В общем, мы себе такое уютное гнездышко тут обустроили. И сейчас давайте посмотрим... О, май! Мы с вами так эти книги не поубирали, хотя они, кстати, very useful, потому что здесь у нас всякие интересные подсказки. Видите? Wiring building, потом у нас здесь cleaning. Ну, в общем, нам подсказывает игра, как и что здесь нужно делать. Между прочим, если вдруг вы пропустили первую часть, ну, точнее, демо-версию этой игры, то я вам сейчас покажу, как же выглядит мой уютный домик. Кстати, а... Моей куртке тут удобно, типа, да? Ну, ладно, тут у нас кавунчики, алкоголь. В общем, у нас тут какая-то тусовка, видимо, намечается. Мы с вами... А ну, открой дверь! Я же хочу показать ребятам, в каком доме мы с вами будем жить. Значит, наш домик выглядит вот так. Главное не выключать щиток, потому что если у нас тут не будет света, то мы с вами не сможем все тут рассмотреть. И здесь шикарная спальня. Мне эта спальня настолько сильно нравится. Она такая классная, яркая. И вот он мой ноутбук. Ну что, давайте глянем, что у нас есть. Значит, здесь у нас задание по моему домику, но, учитывая, что у меня сейчас бюджет zero, то, понятное дело, что купить белую краску я никак не смогу. Давайте посмотрим, что у нас в магазине. Ребята, а у нас в магазине просто завались! Просто завались! Причем я помню, что в демо-версии мне очень понравилось, что здесь можно вроде как с цветами играться. Тут огромная палитра. В общем, короче, это просто бимба. Я могу купить клейку ле... Ребята, подождите, это я все буду покупать для ремонта? Вау! Так, двери. Установки. Поверхностные. Ребята, какой тут огромный выбор! Вы посмотрите! Так, металлическая плитка с покрытием. Смотрите, нестандартный такой вот радужный цвет. Мне всегда очень нравились. Вот такие вот покрытия я когда-то видела. Палочки для суши металлические с вот таким вот покрытием. Мне так нравится такой цвет. Нужно будет себе заказать все-таки эти палочки. И у нас есть различные окошки. А тут Кевин! Есть! Макинли есть! А Кевин! Кевин! Нету Кевина. Значит, здесь у нас принадлежности, ребят. Отдельно у нас еда, оборудование для ванной, кровати. А вы же понимаете, что у нас обязательно будут еще какие-то Делсихи, Шмелсихи. И мы с вами это все, конечно, посмотрим. И вы только посмотрите, сколько тут всего. То есть уже в базовой Хаус Флиппер 2 куча всякого разного. Так. О! Качечка! Все. Я хочу... Хочу-хочу, но я не могу себе позволить. У меня ноль. У меня полный ноль. Декор. Растения. Так, давайте я вам все-таки все покажу, потому что вам же тоже наверняка интересно. Это у нас бытовая техника. Потом у нас дальше лампы идут. Вау. Вау, вау, вау. Сидения. Я не знаю, сколько будет длиться этот ролик. Сразу вам скажу, потому что, скорее всего, полролика я буду сидеть и говорить вау. Хранение. Тут у нас всякие шкафчики. Вот. Вот он мой набор, который мне очень понравился. И дальше у нас еще идут столики. Слушайте, ну выбор. А еще вы видите, что здесь можно сортировать, как вам будет удобно. Наконец-то, ребята. Удобная сортировка. И это круто. Далее у нас природный декор. Только у нас почему-то представлены только коментяны и машруми. Ну ладно, машрумзы. Машрумзы. Здесь у нас вау. Вау, ребята. А, кстати, да. Это же здесь появилась фишка, где мы отдельно горщик покупаем. Точно. Отдельно покупаем всякие растения. Смотрите, вы можете купить вот этот вот подвесной. И потом такие, ммм, я хочу там, например, разместить анютины глазки. И вы делаете просто свое растение. Это офигеть, как круто. Семьдесят четыре. Советую вам тоже к этому прислушаться. Дальше у нас идут кущики. А, ребят, все. Отбой. У нас тут куча всякого разного. Я почему-то думаю, что природный декор это как бы и деревья, и прочее. Но деревья у нас здесь. Вьющиеся, свисающие. Так, все. Мне нравится. И здесь у нас во дворике всякие знаки. Конструкции. Беседки. Садовый инвентарь. Досуг. Лампочки. Ну, конечно, как же без лампочек. Значит, улучшения нам с вами пока недоступны. То есть, мы с вами будем очень медленны. И видите, что удобно? Нам сразу же показывают вот такую вот анимашку. То есть, как, что у нас делается. Более быстрая уборка. Спринтер. Распылитель. Но он нам с вами будет доступен только потом. Потому что пока что нам с вами ничего не доступно. Уборка мусора разная. Вот видите? Потом у нас покраска стен. И у нас только валик будет. Я вот помню, что в последней серии по хаус флипперу я ходила с такой штучкой. И было, конечно, гораздо удобнее. Отделка. Я помню, что с отделкой там были какие-то свои приколы. Новые отделки же у нас вроде бы не было. Вот такой вот в предыдущей части. И, кстати, да. Смотрите, вы можете делать вот такие вот выделения. Это круто. Знаете, что мне это напоминает? Вот этот вот наш реноватор отеля. Помните? Игрушка про отель. Она очень классная, кстати. Надо ее наконец-то пройти. Надо наконец-то вам довыкладывать серии, которые я записывала. В общем, там тоже есть вот эта вот фишка. Там, где можно отдельные кусочки, получается, выкладывать. Там плиточка или еще чем-то. Это строительство, инструмент, навыки флиппера. Как удобно. Смотрите, я смогу кучу всякого с собой таскать. Ну и теперь давайте посмотрим. У нас есть электронная почта. У нас есть сообщение. И у нас есть... У нас ничего нет. Сколько? Семейный дом. 87 тысяч. Не, сори, солнышки. Я не могу себе пока это позволить. Я не могу. Давайте посмотрим, что у нас в сообщении. Может, мне сразу же 1100 заплатят за ремонт. Это было, конечно, круто. Пока что у нас доступен только один райончик. Я так понимаю, что вот это тоже все будет доступно. А потом, может быть, где-то еще. Ну, давайте начнем с вот этого вот сообщения. Ну что? Хочешь стать флиппером по домам? Привет, я получил задание продать этот маленький дом. Но сейчас там сплошной бардак. Мне нужен надежный человек, который поможет мне привести его в порядок. В первый и последний раз я сотрудничал с новым дизайнером интерьера. Она чрезмерно украсила дом и оставила окна открытыми, чтобы впустить... Ребят, по-моему, это про меня. Я всегда оставляю открытые окна. Ну, как бы, если я крашу стены, они же должны проветриться. Он, наверное, про меня говорит. Мне страшно уже. И все было бы не так уж плохо, если бы енот не воспринял это как приглашение в гости. Последствия на фотографиях. Я даже боюсь смотреть фото. А я могу их посмотреть? Так что, если ты ищешь возможность обновить дом, то это очень нуждается в переделке. Ну, в общем, простая работа, легкие деньги. Добро пожаловать обратно в город. А можно фотки посмотреть? Нет, ну, в принципе, ну... Я могу поднять за вас мусорный бак. Ребят, нас с вами ждет веселенький ремонт. Хорошо. Спасибо. А как мне закрыть? Может быть, escape? Да. Начать работу. Ребят, наше первое задание. Наше первое задание. А если вы хотите, мы с вами как-нибудь можем поиграть в хаосфлиппер на стриме. Основы работы. Мне не хватает очков. Кстати, ребят, у меня есть очки. Основы работы. Итак, я ничего не вижу через эти очки, поэтому я буду вот так вот на кончике носа. Вот несколько вещей, которые следует знать перед тем, как приступать к работе. Желтый означает, что вблизи находится задание. Чтобы просмотреть список заданий, нажмите тап. Ничего не вижу, ребят, через них. Хотя нет, вижу, но оно у меня все такое, знаете, как этот, калейдоскоп. Для выполнения разных заданий понадобятся разные инструменты. Чтобы открыть меню, нажми правую кнопку мыши. Ты не знаешь, как использовать инструменты? Найди книгу с бабрихой Бесси на обложке. Открою ее, нажав Е, чтобы прочитать некоторые подсказки по работе с инструментами. Никак не удается найти последний мусор. Нажми Q, чтобы активировать чувство флиппера. Никогда не обижайте чувство флиппера и поддерживайте его лайком. Оно подсветит все предметы и задания, связанные с инструментом, которые ты сейчас используешь. Так, все, прекрасно. Мы с вами прочитали основы работы. Окей. Ребята, мы играем в хаус флиппер 2. Так, смею вас заверить, что мы с вами построим этот райончик. Надо его построить. Ну, смотрите, какие тут классные домики. Так, запоминаем, тут у нас есть вот такой вот трехэтажный. Там есть такой шикарный. Я, ребята, сейчас... Хотела сказать, что сейчас пройду туда. Но не могу я пройти туда. Так, давайте смотреть, что у меня есть. Уборка мусора. Ну, давай забирать. Уу, это я по штучке сейчас? Нет, мы бабриху забирать не будем. Фу, пицца какая-то, по-моему, явно испорченная. Я, получается, пакет в пакет. Пакет в пакет. Фу, ребят. Фу-фу-фу. А есть еще мусор? Ну да, конечно. И тут как... Правильно! Бросай! Не, так как он отбрасывает. Стоп. А я хочу еще вот это вот попротирать. Мне кажется, тебе тряпочку надо будет выкинуть. Вот серьезно. Надо будет выкинуть вот эту тряпочку. Блин. Еще и куча мусорных пакетов. Все туда отправляем. Значит, давайте смотреть. У нас, кстати, нету мини-карты. Пока что. Может, она потом появится. Давай я все-таки ручки возьму. Вообще, давайте зайдем в дом. И посмотрим, что у нас тут так... Ну, енотик. Ну, я люблю енотиков. Ну, зачем так было делать? Протираем. Я надеюсь, что у нас быстро будет прокачка у нашего персонажа, чтобы мы с вами могли крутые штуки открывать. Потому что нам нужны крутые штуки. Одно пятно. Все, мы с вами молодец. Так, это что? Это, наверное, мусор, да? И тебя тоже что? Нет. Нет. А я могу выбросить? Нет. Ну, не хочешь, как хочешь. Ну, правильно. Я только туда забросила какой-то горщик, и все. И сразу же выбрасываю. Давайте, наверное, где поставим? Давайте где-нибудь вот здесь. Конечно, удобно, что у нас появилась вот эта сетка, и ее можно отключать, кстати. Так, ну здесь... Ой, у меня бюджет какой-то появился, ребят. Как приятно. Божечки-кошечки. Енотик мой хороший. Я же обожаю же... Ребята, телевизор. Телевизор, все. Телевизор, все. Какая уютная кухня. Знаете, этот хаус-флиппер стал более таким вот наполненным, заполненным. Здесь у нас узенькие проходы. Так, здесь у нас бэтрюм. А здесь у нас прачечная. Тут, наверное, спальня. Вот в спальне он, между прочим, не долез. И это меня не может не радовать. Так, закрываем. Давайте начнем, блин, даже не знаю с чего. Давайте, наверное, мусор сначала пособираем. Ой-ой-ой, вазу... Я и вазу выбросила? Кстати, а у нас-то бюджет пополняется за счет мусора. Тапочки, топульки с енотиками. Понимаете еще? Какая ирония. Получается, что жительница этого дома... Ой, не надо так было делать. Жительница или житель этого дома, получается, любил енотиков. А енотик решил, видимо, что она не любит, наверное, их. И у нас есть, кстати, 491. Так я смогу продолжить делать ремонт у себя дома. Это что? Это какая-то коробочка. А я, наверное, их не должна забирать. Мочалку тоже, она чистенькая, ее можно не трогать. Блин, это двигался вот этот вот кружочек. А я смотрю, знаете, краем глаза и думаю, стоп, это что? Там какой-то призрак. Это что? У нас лампочка. Лампочку мы не трогаем. Это что? Это у нас тоже какой-то мусор. Собираем. Это надо будет все протереть. Так, это тоже мое. Это тоже мое. Мое. Тут мусор не надо уже выбрасывать. Видите, у нас пропало это уведомление. Хотя нет, стоп, надо. Давайте попробуем чутье флипера. Вот тут вроде бы ничего. А здесь? Здесь ничего. А вот здесь? Да ладно, мы же весь мусор уже пособирали. Вот, видите, вот это нам надо убрать. Блин, ванная комната ему явно не понравилась. Хорошо, что туалетную бумагу не надо сейчас выбрасывать. Представляете, тут еще бы рулоны такие повалялись везде. Ладно, я сбегаю сама. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Игра, давай мы с тобой будем дружить. Хорошо, что у нас бездонные баки. Представляете, если нам еще баки надо бы обзакалывать. Сказывать здесь что-то. Что мне скажет флиппер? Мочалку не надо выбрасывать, не надо. Ребят, он пытался попасть к ней в спальню. Или к нему. Ну, в общем, к нашему заказчику. Все? Мы, получается, все пособирали? Ну, вроде бы да. Давайте зайдем... Тогда, наверное, сейчас на кухню все там... Ты не хочешь, да, выбрасывать? Давайте на кухне все сейчас здесь попереставляем. Вот это надо поднять. И разместить где-то здесь. Вот. Давайте еще вот эту. И я попробую сейчас сетку отключить. Вот, видите? Мы можем привязать, а можно точное размещение. Я могу не по вот этим вот кружочкам. А могу просто, например, вот здесь раз. Потом беру раз. Разворачиваем. И вот так мы с вами все размещаем. Слушайте, удобно. Ладно, ладно. Я знаю, что вы хотите, чтобы я здесь эту баночку поставила. Ну, как без этой баночки? И вот эту мы с вами тоже в мочалочку. Здесь неборежно брошенная мочалка. Тогда мы с вами переходим к уборке. Лапки надо повытирать. Вот эти вот все отпечатки. 20 пятен! Явно кухне не понравилось. Явно енотику не понравилась кухня, но я с ним не соглашусь. Мне эта кухня очень нравится. Знаете, домик очень маленький, такой компактный, но очень уютный. Вот прям уют-уютный. Мы с вами это все протираем, вытираем. Окна. Окна тоже надо протереть, видимо. Я надеюсь, что здесь не надо новые окна устанавливать. Протираем, протираем, протираем. Тут у нас тоже... Вы только на... Так, нет, я туда не пойду. Мне больше нравилось, когда у нас здесь было написано 7. Сейчас, наверное, будет 6. Да, вот это мне больше нравится. А что с окном? Окно вроде здесь чистое. То есть это, наверное, окно из гостиной, что ли? Где я не дотерла? Да я вижу, что там есть. Ребят, тут где-то есть. А ну. А вот, лапка, которую не видно. Все, мы здесь все сделали. Окей. А что с тобой делать? Наверное, тебя лучше пока что здесь поставить. Потому что, честно говоря, здесь размещать горшок, ну, такое себе, понимаете? Тут как бы приходит, человек вешает свою курточку. А тут как бы... Эм. Вот. Вешает курточку и такое хопа. И об горшок ударяется. Берем тогда уборку. Протираем. Одно окно. А какое, интересно, окно у нас тут чистится? Чистится, наверное, у нас... Блин, я больше не вижу здесь окон. Здесь вообще в прихожей окон нет. У нас же как бы здесь прихожая, а там у нас гостиная уже, то есть тут же еще разные зоны. Представляете, как круто здесь будет вообще делать полноценный ремонт с нуля. Я имею в виду дом строить или еще что-то делать. Вытираем, вытираем. Где у нас еще? Ух, сколько тут лап. И, наверное, сразу же давайте почистим. Я буду подсвечивать периодически, чтобы ничего не пропустить. Три, один. Где? Вот тут еще лапки, которых я не вижу. Все? Да, здесь уже вроде как все. Давай дверь закроем, чтобы мне было удобней. Нет, стоп. Пятнышки у нас еще тут остались. Восемнадцать. Ты можешь закончить. Нет, мне надо больше денег. А вот и твоя звездочка. А это значит, что твой заказчик доволен работой. Нет, одну из трех. Нет. Нет, мне нужны деньги. Я знаю их, вот эти вот приколы. Ты получаешь одну, и тебе платят крайне мало. А вот будет у нас... Даже, ребята, лампу перевернул енот. Так, давай мы тебя развернем. Ты будешь здесь стоять. И рыбку. Ну зачем рыбку было ронять? А может он хотел спасти рыбку? Давайте, наверное, здесь разместим рыбку. Вот сюда. Я, наверное, сначала здесь протру, а потом буду возвращать телевизор на базу. Потому что, ну, как-то мне будет, наверное, потом неудобно. Я еще смахну телевизор. И кто будет виноват? Конечно же, я. Это мы с вами вытираем. Тапочки, наверное, тоже надо будет на место. Хватай телек. И разворачивай. Вот здесь. Блин, как удобно, конечно, что появилась вот эта сетка. Тут реально все видно. А тапки я могу забрать? Да. Опять, я даже тапочки могу переставлять. Так, берем. А где правый, а где левый, ребят? Вот так, что ли? Ну, я надеюсь, что я правильно разместила. Зачем здесь открытые дверцы? Закройте дверцы. Мы же не будем у них тут лазить, смотреть, что и как. Где-то я еще пятна пропустила. Так, слушайте, с окнами вроде бы все в норме. Главное теперь запомнить, что не надо, ребят. Не надо оставлять открытые окна. Слушайте, а где пятно? А ну, давайте подсветим. Ну, вот здесь пятнышки. Два. Еще здесь. А, лапки у нас считаются. А где окно? А, вот он. Слушайте, такое ощущение, что мы с вами ходим с ультрафиолетом. Знаете, как фазми. И отпечатки ищем. Представляете, если бы фазмофобия стала такой яркой и веселенькой? Уже было бы не страшно. Это мы с вами все поубирали. А тут что? А тут бэк-ярд. Привет, соседи. Пока, соседи. Я вам мешать не буду. Протираем вот это вот все. Лапки, лапки, лапки. Нужно повытирать. А может мы вынесем гриль на улицу? Ну, тут он как-то мало места так вот нам оставляет в итоге. Знаете, у меня такое ощущение, что енот залез на кухню. Увидел тапочки с енотами. Разозлился. Решил, наверное, пойти вот сюда помыться. Потом телевизор посмотрел. Смахнул его, потому что ему тоже какая-то передача не понравилась. Так, здесь у нас две лапки. Протираем. И, конечно же, здесь у нас грязное окошко. А можно мне очистить? Да, можно. Только мне кажется, надо было... А нет? Я думала, закрыть нужно будет. Давайте, может, свечки на базу вернем. Стой здесь. Вот сюда. Оп. Красота. Потом еще вот эту свечку. Слушайте, тут он действительно устроил просто какой-то апокалипсис настоящий. Здесь у нас туалетная бумага. А это что? Он вырвал кусок стены. Представляете, жесткий енот, который... А, это корзинка! Тю! Я думала, это кирпич. Я такая смотрю, думаю, это как это? Это почему это? Здесь вроде бы все в норме. Что здесь? Здесь чистое окно. Здесь... Ага, здесь надо что-то сделать. Я проверяю, что у нас туточки. А здесь я что забыла? Давайте посмотрим. Что-то я не попродавала. Это что? Это не надо продавать. Это тоже тапочки? Книгу продать? Продать восемь? Ну, ладно. Это нельзя продавать. А зачем? Оно же красивое такое все. Я могла бы себе заб... Ребят, почему мы с вами это все попродавали? Может быть, ковер? Нет. А что еще нужно продать? Это не надо. Вешалки. Может, эту вешалку? Здесь точно ничего не надо? Здесь нет. Так, это мы с вами все сделали. Смотрите, вот у нас всякие описаловки. Нам подсказывают, куда что нужно перемещать. Мусор ясно. Давайте здесь посмотрим. Продать две... А, может быть, и вот это... А, видите, оно у нас тут все считается. Все-таки я думала, что прихожая это прихожая. Потом нам нужно продать вот это... Ну, красивая же вазочка. Я могу себе забрать. И это самая лампа симпатичная. Значит, одна такая и одно вот это вот. Это мы продаем. И где-то еще какая-то вот эта ваза, что ли? Ну, ладно. Здесь мы с вами все сделали. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут был за знак восклицания. Тут нам с вами нужно продать тоже рыбок. Странные воспоминания у персонажа, связанные с этим рыбками. Так, этих мы тоже продаем. Потом еще плакат. И зеркало. А это зеркало мне не продается. Подождите, а может не зеркало? Может вот эта картинка? Все? Да, получается, картина это была. Я что-то думала, что это зеркало. Мы что, с вами справились? Да, ребят? Получается, да. Мы с вами завершаем. А, shift-up. Shift-up. Закончить? Ты заработаешь две... Подождите, а мне только что... А, все правильно. Я-то думала, что мы соточку еще не получили. Проект завершен. Хо-хо-хо. Вы с вами молодцы. Итого у нас сейчас с вами есть сколько? У нас с вами сейчас есть... Принять. Знаете, что самое обидное? Мне так и не выплатили деньги. И знаете почему? Потому что кнопочка нижняя почему-то не работала. То есть я вроде бы нажимаю завершить выполненную работу, но мне деньги не зачислили. В общем, мы с вами справились. Давайте посмотрим, какое у нас есть еще задание. Мы с вами переходим в дома. Нет, не в дома. Давайте мы перейдем вот сюда. И нас с вами интересует еще одно задание, которое называется горавищей. Спасибо за помощь в прошлый раз. Раз уж ты так хорошо справилась, у меня есть для тебя еще одна работа. Я помог своей подруге купить новый дом. И похоже, ей нужна помощь с распаковкой. Ребята, у нас сейчас будет unpacking. Можешь сам прочитать ее сообщение. Привет, Том. Я просто в восторге от дома. Он такой уютный. Я так долго жила в своем старом жилье, что забыла, сколько всего необходимого сделать нужно при переезде. Откуда берутся все эти вещи? Если честно, я бы хотела нанять кого-то, кто бы распаковал все за меня. Кстати, это неплохая идея. Может, ты кого-то знаешь? Крепко обнимаю, Джун. Конечно, давайте начнем работу. Может быть, здесь у нас не будет вот этих вот багов с... Получай! Не им денег. Ребята, там какие-то малюнки. Но это не тот же дом. Смотрите, это домик Барби. Ну, первая ассоциация какая с розовым домиком. Так, здесь газета. Давайте посмотрим. Может быть, нам... А, нам не дадут почитать. Посмотрели, какие новости. Мы можем с вами выбросить ее? Нет? Нет. Ну, в принципе, это не наша газета, поэтому трогать ее не будем. Вообще симпатишно тут. Кто натоптал? Вот кто и зачем здесь натоптал? Давайте мусор в мусор. Я не буду... Ты чего швыряешься в лейку? Не надо швыряться. Давайте сюда просто забросим. Итак, кстати, стоять, ребята. У нас появились улучшения. Наконец-то я смогу прокачаться. Итак, мы с вами можем уборку прокачать. И уборку... Ну, стоять. А, я не могу больше ничего выбрать. Надо было... Подожди, сброс. Давайте посмотрим. Значит, более быстрая уборка. В арсенале добавлен чистящий спрей. Слушайте, а может быть... Чистищий спрей? Давайте спрей возьмем. А здесь у нас уборка мусора. А это у нас что? Хватай, что видишь. Ага. А это у нас... Ничто не пропадает. Даже если ты удалишь предмет, который продать... Можно продать. Воспользовавшись мусорной боевой, получишь 100%. Давайте, может быть, больше... Давайте вот этот вариант. Вот так мне больше нравится. Так, переходим в задание. Задание мы пока не знаем какие, потому что мы с вами еще в дом не зашли. Давай мы будем R. Пшик-пшик. Слушайте, удобно. То есть у нас, грубо говоря, как будто бы выделяется зона целая. И у нас последнее пятнышко. Ну и, в принципе, здесь все выглядит not so bad. Так, заходим. Джун. Ну, я могла бы сброситься, но... Привет, это Джун. Ты мой распаковщик, верно? Ой, уборщица, как я вижу. Не отвечать! Я скажу, все, до побачи. Я не собираюсь с тобой разговаривать. Ну, Том прислал мне помочь. Приятно познакомиться, подруга Тома. Прежде всего, я хочу извиниться за беспорядок. Если бы я знала, что Том так быстро отреагирует, то хотя бы немного прибралась. Или как минимум собрала бы посуду после сегодняшнего завтрака. И не только завтрака. Знаешь, раз ты уж возишься с моими вещами... Может, ты еще и упоркой займешься. Ладно, буду тебе очень признательна. Еще раз извини, что дополнительно тебя загружаю. Ладно, не буду тебя отвлекать. Спасибо за помощь. Пока. Спасибо за помощь. Знаешь, сколько тебе нужно будет денег за это все заплатить? Ребят, я сразу же заполнила первый пакет. Все, пока. Сразу же. Мы с вами только заходим, а я уже пакеты заполняю. Муви. Муви. Так, давайте нам флиппер подскажет. Флиппер подскажет, что нам нужно сюда побросать. Ребят, вам не кажется, что у нее тут какой-то свинарник настоящий? На, это твое. Мне это не надо. У нее реально тут какой-то свинарник? Ну, как бы, можно было это все повыбрасывать? За пару дней тут же, скорее всего, накопилось. Так, тут вроде бы все. Давайте посмотрим, шатуточки у нас. Тут прачечная. А тут у нас, получается, еще мусор. Мусор с мусором. Ну, мы мусор, в принципе, собираем в мусор. Кто бы сомневался. Это мы забираем. Табличку не надо выбрасывать? Нет, ну она хочет ее себе оставить. Тут вроде бы больше ничего делать не надо. Давайте глянем, что здесь. У-у-у. У-у-у. Я так рщаток и люблю. А что здесь? А здесь мусора нет. Здесь просто надо будет поубирать. Так, давай смотреть. Ребята, у нее под кроватью коробки из-под пиццы. Все? Да? Ну ладно, я тогда забираю. Пойдем выбросим. Так, а у нас есть открытый мусорный бак? Ладно. А можно тебя открыть? Нет. Может быть, где-то здесь есть открытые? Нет. Хорошо. А это что? Держать, поднять? Но мне это не надо. Она, видимо, собирается своим садиком заниматься. Поэтому мы, наверное, ей мешать не будем. Давайте, наверное, сразу же повыбрасываем вот эти вот. Распаковка коробки. Как думаете, что мы сейчас найдем у нее в коробках? Распаковка. Такого мы с вами точно никогда не делали. Представляете, вы переезжаете куда-нибудь и нанимаете человека, который будет за вас все распаковывать. Мне кажется, это не очень комфортно, когда ты знаешь, что в твоих вещах будет какой-то человек рыться. Хотя, who knows? Может быть, в этом нет ничего такого. Открываем. Это мне тоже надо будет все повыбрасывать. А, кубик. Кубик. А давайте мы его вот здесь, например, разместим. И что-то здесь еще есть. Да, еще кубик. Давайте один кубик будет. Тутточки. Вот. Тутточки. Правильно, правильно. И что-то еще не будет. Да, и еще один кубик. Ну, вот здесь давайте у нас будет. Крыванька качечка у нас тут. Давайте выше. Во. Вот это уже супер. Закрыть. И убрать. А что здесь? Тут, наверное, какие-нибудь будут мелкие украшения. Так, это у нас какая-то вазочка. Здесь у нас папка. И еще одна папка. Супер. Выбрасывай, пожалуйста. Выбрасывай. Это у нас, наверное, тоже какие-то украшения. Слушайте, поделки какие-то симпатичные. Это как будто бы баночки с краской, да? Это у нас штуки для карвинга, не карвинга. Она выпиливает какие-то симпатичные фигурки. Слушайте, красиво выглядит. Ладно, все, не будем мы с вами бурчать. Ну, сказали поубирать. И мы с вами можем поубирать. С нас корона не упадет. Это мне надо все куда-то перемещать? Давайте, может быть, хотя бы здесь поставим. Ну, как-то оно все валяется и не камильфо выглядит. А это надо задвигать. Нет, не надо задвигать. Тут, скорее всего... Вот, Даш, тебе не зря тут оставили открыть. Вы представляете? Мы прямо в ящике размещаем. Знаете, вроде бы такая мелочь. Но, блин, все равно классно смотрится. Тут, понимаете, можно годами, наверное, сидеть в этой игрушке. Все это переставлять, размещать, как вам захочется. Это, конечно, очень круто. Поэтому я очень люблю Хаус Флиппер. Так, это что? Даш, это же кофемашина. Это самое важное, что есть на кухне. Ну, для меня лично. Потому что я обожаю кофе. Я день без кофе, день на ветер. Так, это мне не надо. Тут у нас что? Кстати, ребят, напишите в комментариях, что вы больше любите? Чай или кофе? Вот утром что вам позволяет проснуться? Я обожаю кофе. Правда, я люблю именно из машинки. Потому что, ну, иногда, конечно, приходится выпить кофе такой вот из стиков. Но из стиков я люблю меньше. Здесь у нас тоже какие-то баночки. Давайте, может быть, баночки вот здесь у нас внизу будут. Может, тут специи или кофе, чай. Берем, размещаем. А тебя можно как-то вот здесь разместить? Да, давайте мы развернем. Это, наверное, какая-нибудь... Нет, я завершать не буду сейчас. Не-не-не-не-не. Я хочу еще здесь поубирать. Но если мне пять не заплатят, конечно, будет крайне обидно. Но это, скорее всего, какой-то баг ранней версии. И вы же понимаете, игра будет еще 10 тысяч раз обновляться. Но, понимаете, как бы в этом суть. В этом суть, что мне деньги должны заплатить за то, что я сделала. Поэтому мне придется, скорее всего, это все перепройти потом. И тогда... О, лак для ногтей. А это у нас что? Духи, по-моему? Похоже на Шанель. Ты Шанель? А ну-ка, я могу присесть? Нет, ребят, я не научилась присаживаться, к сожалению. Но вообще, похоже по флакончику на Шанель. И у нас есть еще одна коробочка. И тут у нас какие-то коробочки. Но их распаковывать не надо. Ааа, туалетная бумага. Значит, раз. Мы сейчас с вами что-то башню из туалетной бумаги будем размещать. Два. Ну, почти башня. Трошки кривенько. И еще одна здесь валяется почему-то, туалетная бумага. А между ними я могу? Опа! Смотрите, почти у нас пирамидка получилась. Так, это мы выбрасываем. Здесь вроде бы все. Правильно? Правильно. У нас с вами, по-моему, осталась спальня. А здесь ничего. Ну, вроде бы мне мое чутье здесь. Хотя, стоп. Что здесь продать? А, знак надо продать. Вот оно что. Продаем. И здесь у нас вроде бы все. Тут у нас что? Ничего. Тут мы с вами все сделали. Тарелка. Ну, тарелку нам сказали не мыть. Мы не будем мыть. Здесь мы все сделали. Давайте глянем, что здесь. Распаковать коробки. Ну, эти уточки мы с вами к руке переходим. Тут у нас есть... Раз. Коробка. Открываем. И... А, это свечка. Это свечка, да? А то я смотрю, какая-то бутылочка, что ли, или еще что-то. А можно мне... Открой, пожалуйста. Можно? Как думаете, я смогу здесь поставить? Да. Блин, ребят. Ну, тут, конечно, позиции стало гораздо больше. Достаем часики. Часики. Давайте вот здесь часики. Нельзя. Ну, ладно. А, подождите, а почему? А, можно. Можно. Вот здесь, например. Просыпаешься такой... О, май! Я должна уже собираться на работу. Это у нас картинка. Картинку давайте, она может быть здесь. И, наверное, еще одна будет, да? А вторая будет... Где-нибудь вот здесь. И давайте вот эту тогда переместим. Блин, красиво. Мне нравится. И еще одна картинка, например, вот здесь. Можно? Не? Не можно? Ту-ту-ту-ту. Классная тут такая музыка. Ту-ту-ту-ту. Тут у нас будет книжка. Книжку мы здесь. Раз. A yellow alive in the forest. Звучит интересно. Давай сюда. Может, какие-то сказки. Или, может быть, какие-нибудь истории. The untold story of Швэгьяр. А здесь у нас еще одна книжечка. Все, это мы с вами убираем. А тут что-то есть? Нет. Смотрите, все открывается. Все можно потрогать. Все можно пощупать. И у нас есть еще вот этот вот, кстати, чемодан. Надо, наверное, вынести будет. Так, у нас вазочка. Давайте вазочку, наверное, здесь. Раз. Потом у нас... Это кто? Это кит. По-моему, это кит. Это у нас рыбки. Рыбки, рыбки. Хай будут здесь рыбки. Я хочу вот этот чемодан все-таки здесь поставить. Ну, как бы, классика жанра чемодан хранить либо где-нибудь под кроватью, либо, например, в шкафу. Так, что у нас по заданиям? Здесь мы все сделали, а на улице надо что-то? Кстати, я свет могу здесь включить? Давайте посмотрим. Да? Слушайте, ну симпатично. Мне нравится пастельная такая у нас получилась спальня. Давайте двери, наверное, позакрываем. А то еноты тут любят бегать, знаете. В этом районе повышенное количество енотов. Выходим и посмотрим, что у нас на улице по заданиям. Здесь что-то есть. Пятна. И все. А что на заднем дворе? Мы с вами на заднем дворе не были. А ничего. Давайте проверим, могу ли я сейчас выполнить задание или нет. Да, я хочу сейчас завершить. Вот понимаете, принять почему-то не нажимается. Все. Я уже пробовала с геймпада, ребят. Геймпад тоже не нажимается. Это прям как-то обидно получается. Итак, мы с вами уже вернулись ко мне домой. И, наверное, нам с вами пора сделать перерывчик. Что я вам хочу сказать. Смотрится круто, интересно. Новые способности, новые возможности, новые задания. Но вот этот вот баг с деньгами, честно говоря, трошки расстраивает. Потому что я бы хотела дальше работать со своим домиком. А у меня денег ноль. Я надеюсь, что в ближайшее время может выйдет какой-нибудь фикс. И у меня уже будет не ноль. И вы увидите, что мы с вами станем очень быстро, очень богатыми и очень крутыми строителями. Ну, а пока что у нас получаются вот такие вот интересные задания. И мне кажется, что дальше будет еще интереснее. Я уже подсмотрел, ребят. Там впереди еще такие классные задания. В общем, мы с вами их посмотрим в следующей серии, которую я, скорее всего, сейчас запишу. Поэтому, ребят, с вас лайк. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу House Flipper 2. Ну, а я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok